Так боролись за лесцы с тем, чтобы ослабить НАТО и США, что аж доборолись до новой холодной войны. Несмотря на всю неадекватную риторику бывшего заменителя тамошнего президента о том, что апокалипсис уже практически начался и если США и НАТО не отступят, мы лично думаем, что не решаться пещерной на как некоторые это называют последний ядерный махач западом бы шансов у них мягко говоря будет мало, да и где тогда будет им тратить все наворованное и накопленное годами добро, домик тогда на Женевском озере точно не купишь. Решили американцы продолжить программу высотных самолетов разведчиков Lockheed U2, которую вроде как собирались закрыть, но и испытали новую версию этого девайса. Так, компания Lockheed Martin отчиталась об успешном первом полете обновленного высотного разведчика U2 Dragon Lady. Об этом компания сообщила в своем твиттер. Самолет-разведчик был модернизирован по программе Avionics Tetch Refresh, предусматривающей масштабное обновление авионики. Обновленный разведчик получил новые системы связи навигации и дисплеи. Новый бортовой компьютер разработанный в соответствии со стандартом открытых миссионерских систем в США позволит U2 интегрироваться с системами воздушного, космического, морского, наземного и кибернетического пространства на разных уровнях безопасности. Новые современные дисплеи в кабине пилота облегчают пилотирование и анализ данных собираемых самолетом. Первый полет обновленного самолета по программе АТР является важной вехой в модернизации на пути к тому, чтобы стать первым самолетом полностью отвечающим более современным требованиям. Последующее испытание закрепит зрелое программное обеспечение перед внедрением систем миссии для обеспечения функциональности и совместимости необходимых для удовлетворения оперативных потребностей. Контракт на модернизацию был заключен воздушными силами США в 2020 году и его стоимость оценивается в 50 миллионов вечно зеленых американских долларов. Ранее ожидалось, что обновленные самолеты будут поступать в войска в середине 2021 года, а работы планировалось завершить к началу 2022 года. Известно, что на вооружении ВС США находятся в общей сложности 30 самолетов предыдущих последних модификаций машины. В общем ребята у нас тут возникла мысль, а собственно чем залезцы могут сбивать такие девайсы, которые судя по всему будут теперь летать на границах просторов великой и необъятной в новой еще более современной версии. Старинные ЗРК С-75 которым ранее единственным удавалось сбивать такие самолеты на вооружении Залесия больше нет. Они имеющие аналогов в мире С-400 уже пару раз обгадились на просторах Залесия а также в Крыму. Они беспилотники и обычную крылатую ракету сбить не могут не то что летящие на высоте 21 километр, а в новой версии возможно и выше U-2 Dragon Lady. Поэтому ребята, подписываемся на этот и на наш новый резервный канал где нас уже больше 2000, и куда если ничего не изменится мы планируем через пару месяцев перенести наше незаурядное творчество. Обязательно пишем коммент в поддержку и распространяем видео где это можно, а также помогаем каналу копейкой, чтобы мы вообще не загнулись хоть постоянной подпиской, хоть одноразово подписался, отписался на Patreon, спонсорство или кофе. Ставим на двух каналах палец вверх, подписку и колокол и будет вам как мы очень любим говорить плюсок в карму и огромные зачатища. Субтитры создавал DimaTorzok